здравствуйте мои уважаемые зрители подписчики и гости канала у нас расклад на сентябрь на любовь и отношения для знака зодиака лев по цифре 1 у нас будет расклад для тех кто в браке по цифре 2 для тех кто уже состоит в отношениях и по цифре 3 для тех кто в поиске начнем мы расклад с цифра 1 давайте посмотрим что будет происходить любви и в отношениях у львов у тех кто уже состоит в отношениях так что ожидает его здесь у кого-то прибавление в семействе скорее всего я бы сказал что предложение руки и сердца жить вместе но вы уже вместе живете здесь еще у кого-то может быть беременность так как я сказал но вы почему-то будете сомневаться оставлять не оставлять малыша так хорошо вы знаете вот бывает так вы выскочили это для кого-то сомнений оставлять не оставлять беременность так давайте посмотрим ли вы любовь и отношения сентябрь для тех кто в браке ну тоже как бы карта говорит о беременности тут у нас еще император на дне колоды так давайте оракулы посмотрим потом будем расшифровывать смотрите у кого-то может быть влюбиться да у к ну тут тоже вот может быть у кого-то из львов да здесь может быть новые отношения почему лег императора потом тройка мечей карта развода совет не совет просто что нам скажет ли норман для львов на сентябрь на любовь и отношения для тех кто браке так и совет от символуны для вас совет для львов для тех кто браке на сентябрь на любовь и отношения смотрите у вас два туза туз кубков и туз жезлов это любовь и страсть и они у нас ложатся как вот три карты они ложатся на конце здесь восьмерка уход из брака потому что у вас появились новые отношения тут загореться страстью обладать новым партнером вот эта карта говорит о расставании вот если ее смотреть как в совет если реально у вас появились новые отношения у женщин здесь может войти вашу жизнь император ну а мужчины сами действуют вот как император то есть вот я решил я так хочу здесь может быть еще по восьмерке у вас очень сложные характеры то есть как бы вот несовместимость и вот эта карта говорит и вот эта карта говорит то есть по расставанию здесь карта может говорить о резком разрыве то есть например вот была ссора кто-то ушел из дома хлопнул дверью и все и больше не вернулся если вы люди уже зрелые то здесь карта говорит что люди понимают что нужно расходиться надо идти с каждый своим путем здесь уже нет ни любви ни поддержки тут люди смотрят вообще в разные стороны у вас даже может быть нет темы о чем вам вместе разговаривать и вот по этой карте скорее всего каждый уходит в свою сторону вот один уходит на легке с котомкой а другой тащит тележку со скарбом здесь может быть дележка имущество и как совет она говорит но если решили расходиться то уже уходите не оборачиваясь здесь было очень много иллюзий и если эта карта показывает на новые отношения то здесь тоже карта говорит более реалистично смотрите на нового партнера вот три карты говорят что да есть шанс новых отношений здесь будет чувство любовь тут вот по этой карте может даже человек находится где-то не там где вы может гора это может быть за границей или может другом городе вы сомневаетесь уходить не уходить потому что двойка мечей это человек стоит перед дилеммой как бы и уже и это эти отношения этот брак вам не нужны но и в новый вам боится вы боитесь вступить потому что боится разбалансировать свою жизнь потому что вы не не знаете еще что вас ждет в этих новых отношениях тут уже нет доверия друг другу тут вообще знаете как одиночество вдвоем вот эта карта говорит что в вашем союзе причем союз крепкий скорее всего тут есть и дети вы уже построили свое дерево в выросла какая-то гора препятствие для общения вообще для нахождения вместе и восьмерка скорее всего говорит о том что кто-то из этих отношений уйдет потому что у вас новый союз да может быть у кого-то здесь беременность от расширения семьи то и вы будете очень долго сомневаться оставлять не оставлять ребенка может быть что-то здоровье со здоровьем какие-то проблемы из-за этого вы сомневаетесь давайте посмотрим вот здесь там одну карту но здесь скорее всего все-таки завершение завершение отношений да здесь разрыв вот эта гора она уже не дает вам общаться находиться вместе здесь все идет к окончанию если у вас беременность давайте вот вот здесь вот для тех кто может быть сомневается оставлять не оставлять малыша давайте одну карту совета ну вот вы знаете здесь вообще карта говорит о мечтах о грезах но тут розовые очки все-таки здесь не про беременность скорее всего нет здесь именно новые отношения но смотрите у вас слишком много иллюзий вот эта карта тоже говорит об иллюзиях все-таки прежде чем разрывать отношения брак взгляните все-таки на человека более реалистично потому что скорее всего вот здесь вы приукрашиваете своего нового партнера или партнершу потому что когда мы находимся в иллюзиях и когда у нас эти розовые очки спадают тут можно получить просто разочарование а вы уже разрушите свой свое вот этот крепкий союз смотрите если у вас в отношении все хорошо то значит эта информация не для вас потому что здесь новое начинание здесь желание если бы не было восьмерки я подумал что у вас какая-то мечта исполняется так ну-ка дайте минут эту одну карту ну тут расставание на нужно здесь у кого-то да смотрите у кого-то может быть здесь состоится переезд туз жезлов и рыцарь жезлов могут говорить о переезде за границу так а что у нас тогда групп то что у нас тогда групп групп это может быть оканчивает выйти из изоляции сейчас начало до новое начало да смотрите я тут у вас наверно страсть страсти вам нагнала то кто-то наверное здесь переезжает всей семьей за за города за бугор за границу но опять у вас много иллюзий может быть вы долго сомневались уезжать не уезжать но смотрите у вас много иллюзий может быть вы думаете что вам там медом будет да ну вот смотрите более реалистичность да здесь вот может быть отправление в дорогу с тяжелым сердцем но с каким тяжелым сердцем приходится расставаться с чем-то дорогим там может быть с родителями там с друзьями просто с родиной но у кого-то здесь состоится вот иммиграция до звезда исполняется ваше желание но у кого-то все-таки вы знаете вот это расставание может быть не развод а это именно расставаться с дорогими людьми ну например родители может быть кто-то без детей пока едет оставляя бабушкам дедушкам пока вы там обустроитесь на новом месте но вот все-таки карта вас предупреждает убирайте иллюзии вот такой у меня получился расклад для львов для тех кто браке я благодарю вас за просмотр любви понимание пусть у вас все ваши планы исполнится всего хорошего до свидания у нас расклад для тех любовь кто уже состоит в отношениях на сентябрь давайте посмотрим что ждет ваши отношения как они будут развиваться что ждет вашу любовь и отношения в сентябре знак зодиака лев для тех кто уже состоит в отношениях но у вас здесь не шуточные страсти у вас битва за лидерство скорее всего так сейчас я сначала достану оракулы потом будем смотреть у вас то разочарование но это еще столкновение характеров то вот я на коне да я победил а потом опять конфликты и по пятерке тут победители нет тут все побежденные но такие страсти как правило бывает в кармических отношениях сейчас мы уточним так лев для тех кто в отношениях любовь и отношений сентябрь что скажет ли нормально война у вас тут и ревность тут у вас и подозрение тут у вас и конфликты да у вас тут прям битвы так совет для вас от символона ли вы сентябрь любовь и отношений для тех кто состоит в отношениях битва вы представляете так здесь еще знаете может быть вот по два лица ела здесь или у вас не сложились отношения с с родителями ваших 2 вашего партнера или здесь мужчина может быть настаивать на том чтобы женщина бросила работу то есть вот тут вот у женщины дилемма заниматься своей внешностью карьерой своим телом своим не значит ну своими удовольствием или посвятить себя семье может быть из-за этого вот от воюете ну давайте тут уточнять потому что вот по пятерке вот вы ссоритесь ругаетесь может быть подозреваете друг друга в чем-то но по пятерке мечей тут победителя это нет хоть кто-то себя таковым считает а вот я победил я на коне или победила здесь во первых женщине надо быть мягче вот по карте битва здесь два человека одинаковых то есть вот если посмотреть на эту карту здесь одно и то же лицо да иногда она говорит о борьбе в нашем сердце из-за этих отношений то есть вот мы не знаем нужно нам эти отношения не нужно разорвать или оставаться потому что очень сложно но иногда карта говорит женщинам если девочки львы смотрят она говорит вам нужно вести себя как женщина они как тот мужик в юбке нужно быть мягче несмотря на то что вы огненная масть да вы лидер по натуре но если вы хотите эти отношения сохранить тут или не надо воевать с партнером или не надо воевать например с его мамой потому что мужчина здесь будет ценить и вас и свою маму и не забывайте когда мужчина очень ценит свою мать он и вас будет также ценить что мне здесь посмотреть ну как бы я в совет уже сказала девочкам да вот быть помягче ну давайте то если вы станете помягче что ждет ваши отношения старший аркан мир вот помягче мир спокойствие любовь гармония вот релакс вот видите расслаблено не надо с мужчиной бороться то есть не надо вести себя как вот я сказала старший аркан мир это любовь вы почувствуете тогда когда перестанете бороться вы почувствуете себя счастливым просто счастливым вы поймете что это ваша вторая половинка а вот как королева мечей на дне колод себя вести не надо мужчины не любят таких женщин жестких властных им нужно как говорится ласковые теля до двух маток сосет вот двух маток сосет вот такой у нас получился расклад для львов я желаю вам любви понимания удачи вам берегите себя до свидания у нас расклад для тех львов кто в поиске любви и отношений давайте посмотрим что у вас ожидает сентябре в любви и в отношениях для тех кто в поиске знак затяжка лев сентябрь какие у вас перспективы познакомиться влюбиться может карта скажу кто это будет что же человек не может быть на что вам нужно обратить внимание в этих новых отношениях если они у вас будут так львы сентябрь любовь и отношений для тех кто в поиске вот это и пошли две пошли это не пошли так посмотрите вы занимаетесь скорее всего карьерой бизнесом очень избирательны абы кто мне не нужен и ограничивайте себя в контактах любви ну вот я говорю здесь по четверке это избирательность если вы хотите новых отношений может быть нужно чуть-чуть занизить планку есть шанс познакомиться сменить статус так давайте оракулу посмотрим ну уж очень вытрем вам вам абы кто не нужен только принц на белом коне или император так или нормал что нам скажут для львов для тех кто в поиске любви и отношений на сентябрь давайте еще получим совет от символом для вас так совет для львов для тех кто в поиске любви и отношений на сентябрь совет от символом хорошо давайте посмотрим ну здесь я сказала девятка пентаклей человек самодостаточный даже если я захочу с кем-то общение но это должен быть кто-то совсем прям да потому что у меня и так все есть абы кто нет я уже повторяюсь понимаете вы себя ограничиваете вы себя ограничиваете в любви в романтике вообще вот по девятке по букету и по косе коса это очень большие требования к партнеру то есть здесь именно материальная составляющая человек должен быть обеспечен человек должен быть богат и упускаете радости жизни эмоциональное удовлетворение вот понимаете две карты очень разные и здесь тоже самое вот вот эти мысли какие-то да вот сейчас кто-то придет мне вот то есть карта говорит что человек не слышит голоса разума своего внутреннего голоса здесь нужно себя научиться понимать выражать и любить вы понимаете когда мы сдерживаем себя в любви в отношениях это очень сильно влияет на на психосоматику на здоровье потому что вот эти чувства которые мы должны мы должны в мир давать любовь и получать ее взамен а у вас это чувство зажато и это может способствовать заболеваниям я вас не пугаю я просто говорю что психосоматика это очень вот понимаете восьмерка от ограничения в любви приводит к тому что у человека не работает энергия в организме то есть должно быть это и материальный мир ну должна быть и любовь личный мир должен быть должна быть романтика любовь влюбленность должны играть гормоны а вы себя этой радости решаете потому что ну может быть ковыряетесь партнерах давайте получим для вас совет ну конечно прислушиваться к нему или нет это решать вам как бы уже дали тут вам совет символон вам дал совет но давайте один совет хотела а какой совет мы получим тут вы сами должны для себя что-то решительным не просто давайте одну карту смотрите шестерка мечей карта перемен она говорит если смотреть на любовь и отношения она говорит что вашу жизнь только тогда придут перемены придет новый человек придут отношения когда вы будете к этому готовы пока вы повернута спиной у вас какие-то мрачные мысли может быть был негативный опыт и сейчас вы говорите дольше я буду одна чем вот эта карта дискомфорта когда человек не знает но придет ко мне мою жизнь новый человек да а что он не принесет а может быть опять как вот раньше что-то было но вот по шестерке вам нужно уходить уходить от этих мыслей менять свои взгляды вообще на любовь на отношения и все-таки обретать более позитивный настрой на то что придет человек да ну надо будет работать над этими отношениями но без любви жить нельзя потому что все таки здесь легла десятка пентаклей вот у нас девятка пентаклей здесь человек 11 один наслаждается жизнью а здесь уже нарисован дом но в этой колоде тут у нее собака но собака показывает какого-то человека очень верного с кем вы можете сад построить вот это вот крепкое надежное дерево да еще и свой род и свой дом это смена статуса в любви и в отношениях у меня для вас все я благодарю вас за просмотр любви и понимания удачи вам до свидания